ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На пятый день войны Глузский район оккупировали, и только спустя три года, как только область освободили, началась мобилизация в Красную армию. После призыва Тимофей Максимович служил в Бавруйском военкомате. Родственники предполагают, что он участвовал в Сандомирско-Селеской наступательной операции в 1945 году, где боевые сражения 38-й армии проходили в зоне небольшого польского городка Мыслиница в составе 264-го стрелкового краснознаменного полка, 241-й стрелковой винницкой дивизии, 4-го Украинского фронта. Его последние шесть дней жизни и бои, в которых он принимал участие, описаны в наградных документах медали «За отвагу». Пулеметчик стрелковой роты красноармеец Тимофей Максимович Жлобич действовал смело и решительно. Во время боя за железнодорожный мост огнем своего пулемета подавил одну пулеметную точку противника и способствовал отражению врага. В бою был ранен, скончался на руках врачей в госпитале. До сих пор родные Тимофея Максимовича пытаются найти точное место захоронения дедушки. Его считают героем, ведь каждый день, проведенный на фронте, был подвигом.